МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Доме дружбы не стихали песни, смех и слова благодарности за жизнь в мирной стране. Представители этнокультурных объединений Карагандинской области с размахом отпраздновали День Благодарности. Отопительный сезон в Октябрьском районе Караганды проходит стабильно. Об этом сообщил исполняющий обязанности Акима Октябрьского района Сапек Абдакалыков. Особая благодарность пенсионерам, тем, кто создавали и приумножали индустриальную мощь Карагандинского региона. Отдел занятости и социальных программ Октябрьского района поздравил своих подопечных. Представители этнокультурных объединений с размахом отпраздновали День Благодарности. В Доме Дружбы не стихали песни, смех и слова благодарности за жизнь в мирной стране. Мероприятие посетил заместитель Акима Карагандинской области Жан Дос Абишев. Сегодня наша страна известна всему миру как суверенное полиэтничное государство, в котором царят мир и благополучие. 1 марта 1995 года навсегда останется в истории как день создания Ассамблеи народа Казахстана. Именно по этой причине в 2015 году, в 20-летний юбилей Ассамблеи, президент выбрал 1 марта в качестве даты праздника – Дня Благодарности. С тех пор начало весны в Казахстане ознаменовано чередой торжественных мероприятий. Третий год подряд в Доме Дружбы собираются представители различных этнокультурных объединений. В этот особенный день они воспевают свою любовь к родине и казахскому народу. Я родилась в Караганде, на казахской земле. Я считаю, что это наша родная земля, которая дала нам образование, силы. Успешно каждый, кто хотел, успешно сделали свою карьеру. Я считаю, что мы всем обязаны именно казахстанской земле. В предвоенные годы Казахстан принял десятки тысяч людей, дав людям кровь, пищу и, что самое важное, любовь и поддержку. Депортация народов – одна из самых трагических страниц нашей истории. Однако прошлое не омрачило наше будущее. Казахстан стал домом для всех, кто в нем нуждался. Эта земля породнила представителей разных национальностей, разные исторические периоды. Но сегодня, живя в таком многонациональном, политичном в Казахстане, приятно осознавать, что все мы, этносы, разные этносы стали нравственным примером друг для друга. А стержнем нашей гермонии, стержнем нашей интеграции является многовековая толерантная культура казахского народа. С поздравительной речью выступил заместитель Акима области Жандос Абишев. Ученые выяснили, чем чаще люди говорят друг другу благодарности, тем крепче между ними отношения. В этот светлый день я от всего сердца благодарю наши этнокультурные объединения за их вклад в мир и согласие, за их неравнодушие, за их добрые дела. Поздравляю вас с одним из самых добрых и светлых праздников – Днем Благодарности. Особым украшением мероприятия стали музыкальные номера. Под веселой песней пускались в пляс все гости. Теплая и дружелюбная атмосфера, которая царила на празднике, стала явным доказательством того, что День Благодарности объединяет всех граждан этой необъятной страны. Пусть Казахстан богат на праздники, еще один красный день в календаре никогда не бывает лишним. Ведь людям важно и нужно выражать свою благодарность за мирное небо и благополучие. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Отопительный сезон в Октябрьском районе Караганды проходит стабильно. Незначительные аварии на внутриквартальных сетях ликвидируются оперативно. Об этом сообщил исполняющий обязанности Акима Октябрьского района Садпек Абдакалыков в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. Отопительный сезон проходит стабильно, а все незначительные аварии ликвидируются оперативно. Исполняющий обязанности Акима Октябрьского района Садпек Абдакалыков рассказал о жизнеобеспечении района. Он заявил, что на сегодняшний день все многоэтажные дома обеспечены теплом. Продолжается работа по наделению юридического статуса без хозяйных домов. Иначе говоря, владельцев квартир призывают организовываться в кооперативы, ТОО и другие формы собственности. В результате обвели юридическую форму управления 32 бесплатных дома. В 2016 году 50 бесплатных домов обвели юридическую форму управления. На сегодняшний день 900 многоэтажных домов находятся в расставе КСК ТОИП. И 145 многоэтажных жилых домов содержатся жителями Садпек Абдакалы. Рассказал чиновник и о планах по строительству мусульманской мечети. Напомним, что о нехватке мечети в регионе говорили и жители на отчетной встрече с Акимом Карагандинской области. Рассказал чиновник и о планах по строительству мусульманской области. Также районными властями ведется работа по переименованию района. Вместо идеологически устаревшего «Октябрьский» район вскоре будет носить имя государственного деятеля Алихана Букиханова. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Мероприятия, приуроченные ко Дню Благодарности, стартовали в Караганде накануне. О значимости праздника говорили за круглым столом, который состоялся в Техническом университете. В мероприятии участвовали члены этнокультурных объединений, специалисты управления внутренней политики, а также студенты и преподаватели вузов. Третий год подряд в Казахстане отмечают День Благодарности. Первое марта – не только первый день весны, но и день основания Ассамблеи народа Казахстана. Этот праздник – олицетворение дружбы и единства, двух столпов, на которых держится суверенный Казахстан. В разные годы в нашу страну были депортированы представители различных национальностей. Всех их тепло принял казахский народ. Поэтому благодарность этих людей не иссякает и десятилетия спустя. Этот праздник очень глубокий, он праздник. Его давно надо было сделать, очень давно. Потому что благодарность, у нас эта благодарность, она есть и будет всегда. Я на моей памяти это будет, ну и моим детям я это, соответственно, передаю. И так же оно передастся. Казахстан – наша вторая родина. Для меня она даже основная. Я здесь родился, здесь живу. И поэтому, конечно, праздник этот надо отмечать. И дужно, и вовремя, конечно, сделано. Значимость праздника подчеркивают и представители молодого поколения. Данила Селищев обучается на втором курсе Карагандинского государственного технического университета. Молодой человек свободно владеет казахским языком и благодарит страну за мирное сосуществование ее жителей. Студент заявляет, бесплоченности народа не было бы возможностей для развития каждого индивидуума. Я считаю, что этот праздник является символом благополучия, милосердия, уважения каждого народа в Казахстане. И я, как студент, очень рад за то, что в нашей стране имеются такие возможности для развития каждой личности. Круглый стол, посвященный Дню Благодарности, собрал историков, сотрудников Управления внутренней политики и представителей этнокультурных объединений. Все участники мероприятия сошлись во мнении о важности празднования Дня Благодарности. Они отметили, что вхождение в тридцатку самых развитых государств мира – это главная цель и единая судьба всех казахстанцев. Достичь этой цели возможно только совместными усилиями. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. День Благодарности А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. 125 школьников организовали благотворительное мероприятие для 300 детей. В рамках празднования Дня Благодарности во Дворце детей и юношества состоялся концерт, зрителями которого стали воспитанники интернатов, а также дети из малобеспеченных семей. В особенные праздники, как День Благодарности, нужно не только говорить спасибо своим близким, но и творить добро. Такого мнения придерживаются активные карагандинские школьники. Более сотни талантливых детей организовали благотворительное мероприятие. Насладиться концертом пришли свыше 300 детей из малообеспеченных семей. В этом мероприятии объединены у нас все талантливые дети. Они предоставляют свои музыкальные номера для детей из малообеспеченных семей. Зрителями этого концертного сегодняшнего мероприятия будут дети из малообеспеченных семей и дети из интернатов. Важность выражения благодарности понимают и представители молодого поколения. В этот замечательный день каждый человек имеет возможность выразить благодарность своим родным, друзьям и знакомым. Я считаю, что это не просто День Благодарности, а скорее День Проявления Милосердия и Любви. Данный концерт, организованный для детей из малообеспеченных семей, является нашим способом сделать доброе дело. Мы хоть и сами молоды, но понимаем, что человека красят поступки. Стоит отметить, что мероприятие было организовано отделом образования Акиматом города. Особую лепту в проведение концерта внес молодежный маслехат. Среди почетных гостей присутствовали ветераны образования. Товжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Особое место в череде праздничных мероприятий занимают благотворительные акции. Для 40 пенсионеров Октябрьского района Караганды отдел занятости организовал благотворительный обед в одном из ресторанов города. Мероприятие украсило выступление танцевальной группы Куркемби. Помни и гордись своей историей – один из основных посылов Дня Благодарности. Одна из целей этого праздника – воспитание у подрастающего поколения граждан чувства толерантности, дружелюбия и уважения друг к другу, а также укрепление межэтнического согласия и межнациональных уз в Казахстане. Слова благодарности направлены и пенсионерам, тем, что создавал и приумножал индустриальную мощь Карагандинского региона. Среди гостей пенсионерка Татьяна Николаевна Штефан. Ветеран труда отмечает, что такие мероприятия проводятся не первый раз. В первую очередь я хочу поблагодарить всех, и отдел занятости, второй раз я говорю, и второй раз я наш райсобес октябрьский. Хочу поблагодарить, что нас не забывают каждый год, нас вот такие рестораны, кафе, чтобы мы встретили этот женский радостный день. Татьяна Николаевна не случайно сказала «женский день» среди приглашенных только женщины преклонного возраста. Организаторы отметили сразу два праздника – День Благодарности и предстоящий Международный женский день 8 марта. Сегодня в честь праздника Дня Благодарности и в преддверии 8 марта Международного женского дня отделом занятости социальных программ города Караганды, в лице руководителя Берекета Женобиловича Жены Назарова, проводится вот эта благодарительная акция для 40 женщин преклонного возраста. Здесь сегодня проходит благотворительный обед, концертная праздничная программа с выступлением танцевальных вокальных групп города. Эта благотворительная акция, посвященная весенним праздникам, далеко не последняя. В отделе занятости социальных программ подготовлены продуктовые наборы. Их планируется вручить каждому подопечному. Кроме того, социальные работники намерены посетить на дому тех, кто родился в эти праздничные дни. В целом, по городу праздничными мероприятиями планируется охватить свыше 500 человек. Мирамгуль Салкимбаева, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Еще одно мероприятие, приуроченное ко Дню Благодарности, прошло в Центральной городской библиотеке имени Мухтара Уезова. Сотрудники библиотеки организовали теплый прием для школьников с целью показать важность этого праздника и научить молодое поколение выражать благодарность за мирное небо над головой. День Благодарности – это особенный праздник, в который принято выражать благодарность за все то, что мы имеем. Как показывает наука, это отнюдь нелегкое дело. Умение выражать и ощущать благодарность нужно прививать, как и любые другие навыки. С такой целью в Центральной городской библиотеке имени Мухтара Уезова состоялась встреча с учениками школы номер 52, посвященной этому замечательному празднику. В числе приглашенных гостей были и представители старшего поколения. Нина Кадонцева отмечает, людям зрелого возраста очень приятно, когда их вспоминают и приглашают стать частью общенационального праздника. И вот такой праздник сделали. Это очень хорошо, замечательно, что такой праздник сделали. А пообщаться, поговорить. О том, что сейчас старые люди дома сидим. А пришли мы как-то вот, отвлеклись, какое-то внимание к нам. Спасибо за все нашему президенту и Казахстану, в общем, и Караганде. Древние философы утверждали, что благодарность является добродетелью, которая обеспечивает духовное и физическое здоровье. А значит, она полезна для здоровья каждого из нас. В этом убеждены и сотрудники библиотеки имени Мухтара Уезова. В ходе мероприятия они наглядным примером показали школьникам, как именно нужно выражать свою благодарность, чтобы зарядиться положительной энергией. Подобные упражнения называются «Круг радости». В ходе мероприятия патриотические песни исполнили ученицы школы номер 52. Также школьникам были показаны фрагменты из документальных фильмов, которые рассказывают историю данного праздника. Толжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Хоккейный клуб «Сарарка» одержал третью победу над новокузнецким «Металлургом» в серии 1-8 финала плей-офф. В матче на выезде карагандинские хоккеисты переиграли соперников со счетом 2-5. В начале четвертого матча серии 1-8 финала плей-офф новокузнецкий «Металлург», обозначив свое преимущество, начал действовать первым номером. Хозяева льда много времени проводили в зоне атаки. На седьмой минуте счет в поединке был открыт. 1-0 в пользу «Металлурга». Однако спустя 10 минут карагандинцы отыгрались. Антона Ковалева оставили одного по центру ворот. И форвард сделал результат 1-1. Вторая 20-минутка осталась без голевой. А вот в третьем периоде новокузнецкие зрители увидели просто шквал голов. В середине заключительного периода Даниил Ердаков, находясь перед воротами, реализовал свой шанс 1-2. Но на этом карагандинцы не ограничились. На 53-й минуте Сергей Тополь сделал счет 1-3. А вскоре Даниил Ердаков оформил дубль, забросив четвертую шайбу. А на 59-й минуте Кирилл Тамбиев увеличил отрыв 1-5. «Металлург» забросить шайбу сумел на исходе основного времени. Итог матча 2-5. Равный матч с первой до последней секунды. Наверное, опять же, соперники дома играли. Чуть начало было такое у них. Слава Богу, выдержали. Ну, хотя и гол пропустили, ну, выравнили. И вся игра шла второй-третий период до первого гола. Нам повезло чуть больше, мы забили этот гол. Вся игра равная, как и вся серия равная. Война, так скажем, психологий, характеров. А сегодня мы были. Ребятам большое спасибо, с победой. Я согласен с коллегой, но равная игра. Игра шла до гола. К сожалению, мы пропустили. Все решили индивидуальные ошибки. Таким образом, счет в серии 1-8 финала до 4-х побед становится 1-3 в пользу каргандинской сырарки. Следующий матч серии состоится в Карганде 3-го марта. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амаса Булгстер. Субтитры создавал DimaTorzok